Итоги уходящего поднедельника Что несет особую ценность Синим пламенем в Бобруйском районе горела баня Работниками МЧС «Спасенный дом» и «Блок хозпостроек» В чем причина? Спорт для сильных духом в Бобруйске прошла грибная регата Я просто люблю чувствовать ход лодки на воде Как это было? А также транспортная отрасль Народное единство И скоростная новинка В стране представили первый спортивный электрокар Как быстро он разгоняется Разбор полетов Во Дворце независимости обсудили работу транспортного комплекса В условиях санкций Именно эта сфера приносит почти половину валютной выручки От экспорта услуг Это связующее звено внешнеторговых операций Сегодня отрасль вынуждена работать в новых экстремальных условиях Многие логистические цепочки разорваны Это приводит к издержкам у производственников Между тем Беларусь обеспечивает высокий уровень авиационной безопасности Подчеркнул президент Стратегическая задача Стратегическая задача расширить направление авиасообщения Дать людям возможность летать по вопросам бизнеса На отдых, навещать родных и так далее При этом важно сохранить высокий уровень безопасности полетов Не останавливаться в развитии авиационной отрасли Продолжить обновление авиапарка Но цена перелетов должна быть конкурентной И незапредельной для наших людей Чего бы нам это не стоило Александр Лукашенко отметил Некоторые ответные меры на недружественные шаги В нашу сторону себя уже оправдывают Например, введенный запрет на перемещение грузовых авто Из ЕС по территории Беларуси Ежедневно на перецепке у нас порядка тысячи транспортных средств Глава государства ориентирует Минтранс на работу по наращиванию перевозок железной дорогой В первую очередь в восточном направлении Ведомство здесь никто не ограничивает Разогрелась не на шутку в Бобруйском районе Горела баня ЧП произошло в деревне Черница Сообщение спасателям поступило от очевидцев в субботу вечером Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования В чердачном помещении повреждено 4 квадратных метра обрешетки Также повреждены перекрытия и стены бани Работниками МЧС спасены дом и блок хозпостроек В этот же вечер полыхал жилой дом в деревне Панкратовичи Здесь практически полностью сгорела крыша и немало предметов интерьера Сильно пострадал и сарай Известно, что в жилище не был установлен пожарный извещатель Царица полей, кабинет плательщика и анонс праздника Беларусь готовится отметить День народного единства Куда отправится автоколонна Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Беларусь готовится отпраздновать День народного единства Масштабная программа запланирована на всю неделю В начале большой автопробег Акция охватит 118 районных центров В местах сожженных деревень активисты установят памятные таблички с цифровыми QR-кодами В стране началась уборка кукурузы на зерно Уже обработано почти 3000 гектаров Намолотили 22,5 тысячи тонн Лидирует Витебская область Здесь с урожаем справились практически полностью Осталось меньше 3% В Могилевском регионе больше 15% Платить налоги станет проще Теперь это можно делать через сайт профильного министерства Пользователям достаточно пройти идентификацию по номеру телефона Оформить телечный кабинет необходимо всем, кто состоит на учете в налоговых органах В дальнейшем совершать оплату можно в два клика За первое полугодие отечественных товаров на полках магазинов стало больше Около 77% продуктов белорусского производства Если говорить про мясо, молоко, куриное яйцо, мучные и кондитерские изделия Эта цифра близка к 100% Важен не только ассортимент, но и доступные цены Они на постоянном контроле В Беларуси представили первый спортивный электрокарм Вес автомобиля более тонны Практически вся начинка отечественного производства Максимальная скорость 170 км в час До 100 машина разгоняется всего за 6 секунд Но в планах разработчиков сократите время до 4 Запас хода 270 км В Бобруйске прошла акция фильтра Особое внимание сотрудники ГАИ уделили нетрезвым водителям За наличие в крови от 0,3 промилле алкоголя грозит штраф в 3200 рублей И лишение прав на 3 года Свыше 0,8 промилле сумма увеличится до 6400 А сам автолюбитель станет пешеходом на 5 лет Среди нарушений также просроченное удостоверение и вовсе отсутствие документов С начала года за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения Было отстранено 279 человек За управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления 648 За выходные в Могилевской области зарегистрировано 3 ДТП 4 человека получили травмы Всего же зафиксировано больше тысячи нарушений ПДД Задержаны 16 пьяных автомобилистов и 63 бесправника Привлечены к административной ответственности и 134 пешехода Путевка в большой спорт в Бобруйске Прошли республиканские соревнования по гребле на байдарках и каноэ Посвященные памяти заслуженного тренера Белоруссии Сергея Герасимовича Турнир давно завоевал популярность среди молодежи В нашем городе регата проводится уже в 32-й раз О попутном ветре Татьяна Горбач 14-летний Кирилл грязел байдарками и каноэ, сколько себя помнит Стал заниматься греблей 3 года назад и поймал свой попутный ветер Теперь без воды ни дня Упорные тренировки по 10 раз в неделю Работа над собой и бойцовский характер принесли свои плоды На счету юноши 4 победы на республиканских соревнованиях И это только начало Я просто люблю чувствовать ход лодки на воде Мне нравится, когда нос разрезает воду Ну нравится речная гладь Ну и как бы внутреннее удовольствие получают от этого Гребли нужно иметь, дух, силу воли, терпение Конечно же, физическую подготовку основную На гребной базе собираются 130 ребят, влюбленных в спорт 4 команды из Бобруйска и Рогачева Республиканская регата памяти заслуженного тренера Белоруссии Сергея Герасимовича открыта Этот турнир был основан в 90-м году, прошлого века, при жизни еще Герасимовича Мы провели 6 турниров при его жизни Он был посвящен основателю грибного спорта в городе Бобруйске Ну а после его смерти он стал турниром памяти Герасимовича Проводим его уже 32-й раз Сверкающая водная гладь и стремительные легкие канои В одиночных заездах на тысячу метров соревнуются парни 14 и 15 лет Тут все по-настоящему, и ветер, и дружба, и соперничество Но радость победы всегда общая Ведь гребля – спорт для отважных и благородных Для того, чтобы заниматься греблей, нужно быть небалованным Не бояться холода, стужи, воды и таких качеств А сама по себе гребля развивает качества такие, как в советские времена Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья Чувство свободы, командный дух и азарт болельщиков Спортсмены выкладываются на полную У многих ребят, уверены тренеры, большое будущее Все это благодаря Сергею Герасимовичу Который в свое время сделал греблю на байдарках и канои бобруйским брендом Спортсмен в байдарке сидит на специальном твердом анатомическом сидении Которое называется слайд Рулевое управление располагается прямо над упором для ног Лодка не очень устойчивая, может перевернуться в любой момент И тогда гребец станет пловцом Наши спортсмены не раз поднимались на пьедестал почета Самых престижных соревнований мирового масштаба И становились олимпийскими чемпионами Город на Березине прославили Александр Курлянчик, Виталий Осецкий, Дмитрий Третьяков, Виктор и Анатолий Ренейский, Александр Жуковский и, конечно, братья Богдановичи Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск-360 Страницы неподвластные времени Архивная служба Беларуси отмечает 100-летний юбилей Свою историю она ведет с 12 сентября 1922-го С тех пор главная задача специалистов – обеспечить сохранность, учет и использование документов В стране действует 147 таких учреждений В зону обслуживания городского архива также входят Глузский, Осиповичский, Кировский, Кличевский и Бобруйский районы Здесь хранятся справки, выписки, свидетельства различных организаций еще со времен Первой мировой войны Архив Бобруйского района был создан 5 декабря 1944 года С 2012 года он был переименован в учреждение «Зональный государственный архив» в городе Бобруйске По состоянию на 1 января 2022 года у нас хранится 967 фондов Особая ценность – документы Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию геноцида немецко-фашистских захватчиков Всего же здесь находится почти 250 тысяч справок Это все из событий к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА